План открытого урока 1. Методы и средства работы педагога по привлечению потенциального контингента в ДМШ и ДШИ 2. Мотивация как условия успешности обучения, виды и способы мотивации учащегося, описание авторского подхода к педагогической деятельности 3. Работа со средствами массовых коммуникаций в целях популяризации духового и ударного исполнительства 4. Профессиональные достижения преподавателя, участие в международных, общероссийских, межрегиональных и муниципальных проектах 5. Наличие учащихся, продолживших обучение в профессиональных образовательных учреждениях Теперь подробнее о вышесказанном 1. Методы, которые я использую по привлечению контингента Во-первых, конечно же, это собственный пример Выступаю сольно и в сопровождении симфонических оркестров Я являюсь концертирующим солистом Лауреат международных конкурсов Участвовал в трех международных фестивалях в 2014-2016 годах И один из них проводил как соорганизатор в своем городе для популяризации инструмента волторна Также проводил дважды общегородской волторновый съезд В котором все волторнисты города Краснодара выступали в разных составах От солистов и малых ансамблей до больших хоров 16 волторн и больших оркестров 16 волторн с камерным оркестром музыкального колледжа имени Римского Корсакова Исполнили отрывки из Месбаха Это происходило в 2016-2017 годах Также организовал брас-енсамбль Life Magic Brass в 2019 году И уже третий год выступаем на праздниках и днях открытых дверей В общеобразовательных школах, музеях и дворцах культуры Веду профориентационную работу по привлечению людей Всех от мала до велика к классическому искусству И, конечно же, духовому исполнительству Также мои ученики из ДШИ выступают на площадках города В музеях, открытых площадках, парках Своим исполнительским мастерством подают пример сверстникам от 9 лет и старше До начала пандемийных годов у нас было много подобных выступлений В нынешних реалиях профориентационная работа перешла больше в онлайновый режим Но, несмотря на это, продолжаем искать новые средства и пути для привлечения потенциального контингента Рассылая записи наших выступлений в детские сады, делясь видео в соцсетях Второй пункт нашего конкурсного выступления Мотивация как условия успешности обучения Вопрос наиболее важный в построении отношений между родителями потенциального ученика и самим учеником Который состоит также из нескольких пунктов Прежде всего, при первой встрече важно замотивировать родителей ученика Причем построив линию до самой карьеры Не просто отучиться в музыкальной школе, а пойти дальше, постигая все новые вершины На этом этапе нужно обговорить эти нюансы, обсудить вопросы о том, чего ждут сами родители Если вдруг у их сына или дочки начнет получаться очень хорошо играть на инструменте Затем рассказать о среднеспециальных учреждениях, в которые фактически сможет поступить их ребенок И потом, конечно же, при наиболее радужном варианте они смогут выбрать для последующего обучения на выбор любого из столичных консерваторий После построения линии максимальной удачи, удачной карьерного роста Необходимо рассказать о видах и путях при менее удачных вариантах роста При менее удачных результатах принято говорить уже о службе в армии для мальчиков И о ее плюсах и выгодах И о вариантах для совмещения контрактной службы с чем-либо еще И педагогической деятельностью в ДМШ ДШИ для девочек Далее, следующий подпункт После того, как обсуждены первые вопросы по мотивационной цели То, к чему пойдет ученик Необходимо ознакомить родителей и ученика с многообразием музыкальной палитры нашего направления Которое мы ему предлагаем Показать многообразие вариаций исполнения на инструментах этого направления в разных стилях, в разных составах и ансамблях Стоит также уловить момент, заметив, что из стилей или мелодий больше предпочтут родители ученика и сам ученик И показать еще пару-тройку одностилистических подобных видео Далее, сохранив мотивацию в построении и обсуждении карьерного обучения Выделив на этом этапе точку мотивации, которой будет идти ученик Мы подобрали к этому еще и понравившееся им видео Подпитав их мотивацию и подошли к первому занятию Следующий подпункт Начальное занятие должно носить ознакомительный характер, подпитывая вновь мотивацию Стоит также показать несколько новых видео, которые будут соответствовать вкусу ученика Второе и третье занятия также должны носить характер легко ознакомительный, чтобы получить от ученика данные по степени его музыкальной одаренности Проверка слуха на ритм, музыкальную память и гибкость мышления При этом взамен не создавая ученику стрессовое состояние Первоначальные уроки создают приятную атмосферу общения учителя и ученика Где не должно быть требований и заданий Там присутствуют просто упражнения, которые постепенно подготавливают ученика к первой длинной дистанции Включающие в себя изучение гаммы, песни и упражнений на разыгрывание Виды мотиваций и авторский подход Главной мотивацией всегда служит музыкальная мелодия, которая берет за душу Для меня и моих учеников, и думаю, для любого человека со стороны это основной критерий Услышав мелодию, понравилось, увидел, что ее играет на блестящем инструменте Тоже понравилось и захотелось потрогать, прикоснуться к искусству и к этой мелодии Музыкальное исполнительство это целый мир, который нужно открывать для всех детей нашей страны Музыка учит понимать мир, правильно развивает полушария мозга, мелкую моторику, мышление, воображение, память, физическую выносливость Недаром даже лауреаты Нобелевских премий все до единого обучались в детстве в музыкальных школах Поэтому выступая со сцены или на уроках, я всегда приношу с собой свой инструмент и играю на нем, показывая пример Равно как дети учатся писать и читать, так же приходится обучать их игре на инструменте А чтобы это происходило, нужно обучать ученика правильному музыкальному мышлению Главная моя цель не надрессировать молодого исполнителя, а заставить сначала слышать Возьмем для этого классификацию Медушевского Хоть большой разницы в классификациях нету, поэтому просто напомню, что основу структуры слуха составляет перцептивный и интенционный слух Перцептивным называется слух, направленный на распознавание структуры В него входят звуковысотный слух, мелодический, гармонический, темброво-динамический, полифонический, фактурный и интервальный Вторая группа разновидность музыкального слуха, в отличие от перцептивного, интонационный слух Интонационный слух является древнейшим и целостным, его истоки находятся в глубинах бессознательного Музыка и речь, как ведущие коммуникативные системы, развивались в тесном взаимодействии с интонационным слухом Интонационный слух – функция правого полушария мозга Он направлен на распознавание эмоционального содержания, передачу и понимание основных базовых эмоций – радости, грусти, гнева, страха Этот вид слуха является основой музыкального восприятия и музыкального творчества В то же время ему присущи свойства универсальности, им обладает каждый человек Он обнаружится уже в младенческом возрасте у детей Таким образом, ясно, что этот вид слуха есть у всех детей И важно параллельно с развитием способностей овладевания навыками игры на инструменте Дополнять те отстающие виды слуха, которые в определенные моменты перестают работать Перцептивный и интонационный слух взаимодействуя в одном полушарии мозга Во время работы над музыкальной мелодией начинают взаимодействовать Но быстрая усталость, неподготовленность к длительным тренировкам ученика зачастую приводит к расстройству этих функций слуха И он перестает слышать, теряя музыкальный слух на короткий промежуток, либо пока не отдохнет С такой задачей я не раз встречался И как пример сейчас выступит мой ученик Роман Болотов с пьесой «Мелодия» композитора Александра Власова В этой пьесе мы рассмотрим его музыкальное мышление Его готовность понимать, фразировать музыкальную мысль, вложенную в мелодию Узнаем от него, какие трудности он испытывает во время исполнения, а значит обладает знанием для своего саморазвития и самообучения Самыми главным навыкам, необходимым в исполнительской деятельности Роман, пожалуйста Тебе надо разыграться? Да Тебе надо разыграться? Тебе было тяжело было начинать после долгой паузы, да, пока я говорю И ты достаточно разыгрался перед началом? Я тебя не торопил, да? Это из-за камеры, да? Понятно. Хорошо. Я могу дать тебе ещё несколько секунд, чтобы мог разыграть свой аппарат. Что бы ты сейчас выбрал? У тебя ошибки сейчас были с чем? С верхними этами, с началами фраз. Да, со звукозвлечением, да? С дыханием. Ну, разыграй. Чтобы появилась гибкость в мышцах. А без атаки звукозвлечения. Угу. Так. Давай попробуем я сейчас в телес-пит сначала эту фразу. Соль, фа, си, ля, соль. Ре, ре, до, си, си, ля, ля, си, до, си. Ре, ре, ля, до, си, ля. Ми, сол, фа, ре, ре, до, си. Ми, ми, до, ля, ля, си, до, си. Угу. Ты ритмично спел? Не думаю, совсем. Давай попробуем сейчас. Ты можешь себе считать, помогая. И ещё раз. Соль, фа, си, ля, соль. Ре, ре, до, си, си, ля, ля, си, до, си. Ре, ре, ля, до, си, ля. Би, соль, фа, ре, ре, до, си, ми, до, ля, ля, си, до, си. Мне кажется, довольно волнительно поешь. А если еще спокойнее? Сдержим. У тебя темп написан «мадерата». С苏, фа, си, ля, соль, ре, ре, до, си, си, до, си, ре, ре, до, си, до, си, М-м-м, I promise you that. Теперь вместе со мной давай я буду для тебя сдерживающую инфаркту в прайзерубке. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас мне понравилось. Так, а сам? Сам сыграй теперь без моей помощи. Точно так представляю. Не надо. Угу, хорошо. Пройдешь сам анализ? Что было? Что тебя смутило? Или не было? Ну, под конец уже не было. А в начале? В начале, наверное, плохо разыгрался. Угу. Я же тебя не торопил. Правильно? Поэтому, хорошо, что ты понимаешь, что нужно разыграться, если ты чувствуешь неуверенность перед исполнением, да? Особенно при записи на видео. Но никогда не торопись. Даже сейчас, исполняя эту фразу, ты ее торопил. И даже после того, как я тебе помог, просчитал, ты сам начал играть, все равно ты ее торопил. Да? Не стали. Хорошо, садись. Хорошо, садись. Так, продолжим. Музыкальный слух в целом помогает развивать мышление и сам мозг на уровень выше, чем после речевых навыков. Вот, продолжение слов по мелодии Власова. Ученик Роман показал, что он обладает вокальными способностями, что он обладает слуховыми способностями. Он проанализировал свои ошибки, понимал, что ему не хватило времени, чтобы разыграться, чтобы почувствовать большую уверенность. Соответственно, в этом и была его одна из ошибок, в связи с которым он ускорял темп при исполнении этой фразировки. Но Ромаш осознал это, правильно? Надеюсь, он больше не будет торопиться. Продолжим. Занятия музыкой развивают слух и повышают умение различать оттенки разных тембров и высот. То же самое требуется и при изучении другого иностранного языка. Мы должны четко слышать звуки, речи и чувствовать ее интонацию. Музыка и речь имеют очень много общего, считает и нейропсихолингвист, доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская. Музыка влияет на мозг чрезвычайно сильно, говорит она. Его результаты показали, что музыкальные упражнения могут оттачивать развитие мозга, улучшать языковые навыки и грамотность даже в подростковом возрасте. Даже хочу добавить от себя нейропсихолог Паевская, присоединяется к этим словам и говорит, что если родители не успели до трех лет позаниматься развитием ребенка, его нужно уже с пяти лет отдавать в музыкальную школу и он сам догонит и наберет все эти навыки за счет музыки. Музыкальный слух является основой для музыкального мышления, умение правильно думать, трактовать музыкальную мысль. Если она не ясна, то пропеть ее, попробовать пропеть с разной интонацией, а затем уже попробовать исполнить на инструменте. Нередки случаи, когда я даю свободу своему ученику и он приносит в произведении свою музыкальную мысль. Другими словами, он уже дорос до уровня музыкального понимания и имеет возможность верно интерпретировать музыкальное произведение, не выходя за рамки высокой культуры мысли. Еще один фактор. Я приглашаю на занятия по два человека, чтобы каждый слушал друг друга и ошибки друг друга запоминал и не повторял их. Итогом таких занятий случаются такие моменты, как, к примеру, на днях в моем прошлом занятии ученик, получив задание, разобрать новую пьесу, которую он слышал в исполнении своего соратника-сверстника, тут же ее смог исполнить с листа в медленном темпе и практически без ошибок. А на следующий день прислал из дома запись, где уже исполнил эту пьесу в темпе. Еще один интересный момент. О развитии правого полушария мозга и создании новых нейронных связей, которые в дальнейшем складываются в отработанные навыки, либо в привычки. На занятии по оркестру, которое проводится четыре раза в неделю, я изучал на одном из занятий партию трубы с учеником, где был пассаж терциями наверх и тут же уходящий без остановки вниз. Ученик боялся этого места, но смог его пропить нотами, без ошибок. Затем я его попросил медленно сыграть этот пассаж, параллельно подсказывая аппликатуру, чтобы максимально улучшить его результат. И знаете, что произошло? Он доходил до верхней ноты пассажа и затем попадал в некое оцепенение и не мог из него выйти, не мог нажать пальцем клапан и продолжить пассаж. Я спросил у него, почему он останавливается. В ответ ученик пояснил, что этот темп был для него слишком быстрый, хотя мы играли пассаж в медленном темпе. Я тут же понял, что произошло и почему получилось оцепенение на самой верхней ноте. Мозг ученика создал защитную реакцию, не выпускающую сознание из зоны комфорта, мешая тем самым приобретать новый навык, создавая новую нейронную связь. Когда же я об этом рассказал ему и объяснил, как преодолеть это оцепенение, то со следующей попытки пассаж был сыгран и трудность уже не показалась ученику такой уж непреодолимой. Теперь вновь вернемся к моему ученику Роману Болотову, лауреату международных конкурсов. И расскажем, как мы проработали постановку руки при игре на сурдине в концертной пьесе Камила Сенсанца. Напомню для тех, кто не знает или забыл, что сурдиной или засурдиновым звуком принято называть звенящий тон с применением полного закрытия раструба кистью руки. При этом за правило взято транспонирование на полтона вниз от написанного нотного материала. Таким образом данная аппликатура позволяет произвести глухой звенящий звук, идентично повторяющий яркий благородный приоткрытой руке в раструбе. Но учитывая, что размер кисти у всех людей разный, а у детей и вовсе, аппликатура под игру на сурдине подбиралась у нас индивидуально, отталкиваясь от особенностей ученика. Роман, прошу. Вот и вы. Разбираться надо? Разбираться надо. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, еще раз повторить, это у нас фраза из второй части концертной пьесы, где используется момент с сурдиной, который должен повторять мелодию, которая исполняется перед этим на открытых звуках. Хорошо, спасибо, садись. При использовании подбора аппликатуры никогда не придерживаюсь стандартов и еще всегда новые пути решения, отталкиваясь от главным критерием легкости, что можно максимально быстро подобрать, чтобы было и легко, и нетрудно ученику. Следующий пункт конкурса – работа со средствами массовых коммуникаций в целях популяризации духового и ударного исполнительства. Вопрос, связанный со средствами массовых коммуникаций среди духовых инструментов, не так сильно развит, как, к примеру, у вокалистов. У меня есть ютуб-канал, ссылку на него я предложу в заявке, на котором я выкладываю свои видеозаписи. Летом я записал сольный диск, который также я полностью выложил в общий доступ, и он также есть на ютуб-канале. Также туда добавляю записи своих учеников, какие-то видеоролики, концертных исполнений с духового оркестра, с которым также я провожу им концерты и конкурсные выступления. В этом году я стал выделять внимание еще одной программе в соцсетях Instagram, где анонсирую выступления моего брас-ансамбля Life Magic Brass. Когда я участвовал в международных волторновых жильц-фестивалях, наши будущие выступления анонсировались в СМИ, плюс я и другие участники фестиваля давали интервью для теленовостей, тем самым распространяя информацию о международном слете музыкантов-духовиков, а точнее волторнистов, в самой широкой массе. Когда же выступаю сольно, то афиши с моей фотографией постят в соцсетях отделы по рекламе, что также попадает в широкие массы, привлекая неискушенного зрителя своей необыкновенностью и блеском инструмента. Хочется видеть, конечно, больше возможностей в наше время для исполнителя духовых инструментов, как, к примеру, было до 2014 года Radio Classic. Эта радиоволна была доступна только в столицах, в Санкт-Петербурге и Москве, а сейчас она доступна лишь в интернете. Итак, следующий пункт конкурса выступления – профессиональные достижения. В 1998 году стал лауреатом городского и краевого конкурсов исполнительского мастерства по классу трубы. С 1999 года по 2004 год студент Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова. В 2003 году принят в штат оркестра балета Григоровича «Волторна». В 2004 году стал лауреатом всероссийского конкурса имени Большаянова «Город Краснодар». В 2004 году принят также в состав Кубанского симфонического оркестра «Волторна». С 2005 по 2009 год студент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского в классе профессора Анатолия Сергеевича Демина. С 2006 по 2007 год работал в симфоническом оркестре Министерства обороны Российской Федерации. Главным руководителем был Халилов. И в Московском симфоническом оркестре под управлением Вероники Дурдаровой. С 2008 по 2009 год работал в Государственном академическом симфоническом оркестре под управлением Павла Когана. По окончании обучения вернулся в город Краснодар. В 2012 году стал лауреатом международного конкурса «Город Ростов-на-Дону». Принимал ежегодное участие с этого момента в международных волторновых фестивалях имени Виталия Буйновского. С 2013 по 2015 год заместитель директора Краснодарского колледжа имени Римского-Корского. С 2012 года по 2015 аспирант Краснодарского государственного университета культуры и искусств. С 2015 года преподаватель класса волторной трубы и руководитель оркестра школы имени Сергея Васильевича Рахманова. В 2016 году как соорганизатор и участник международного волторнового фестиваля имени Виталия Буйновского помог провести большой концерт в городе Краснодаре. В 2017 и 2018 годах организатор двух общегородских концертов Ее Величества Волторны. Все волторнисты города выступили вместе на одной сцене. С 2018 года по сегодняшний день регулятор 1-3 Волторны в оркестре музыкального театра Творческого объединения премьеры имени Леонарда Григорьевича Гатова по совместительству. С 2018 по 2019 год приглашенный солист Мариинского театра северокавказской сцены «Маринка-5» Республика Северная Осетия и Оладия. В 2018 году организатор детского международного конкурса «Музыкальная паутина» город Краснодар. В 2019 году лауреат международного конкурса «Музыкальная паутина» город Краснодар и соло с оркестром город Ростов-на-Дону. Прошел повышение квалификации в централизованных формах в Краснодарском государственном институте культуры по программе «Современные образовательные технологии и методики обучения детей в области искусства». Группа преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в сфере культуры и искусства. В 2019 году Максим Евгеньевич, то есть я, вместе со своими учениками посетил два мастер-класса российского алтерниста и музыкального педагога, солиста Госоркестра и Оркестра «Новая Россия», артиста Московского симфонического оркестра, участника ансамбля Юрия Башмета, солиста Москвы, преподавателя Российской Академии Музыки имени Гнесиных, заслуженного артиста Российской Федерации, лауреата международного конкурса Андрея Константиновича Кузнецова и российского алтарниста, солиста Оркестра Мариинского театра, заслуженного артиста Российской Федерации, заведующего кафедрой духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории Дмитрия Воронцова, а также сам провел мастер-класс в Кадесском корпусе Краснодарского государственного университета культуры и искусств и Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корска. Учащиеся класса волторной трубы, а также духовой оркестр школы имени Сергея Васильевича Рахманова под руководством моим успешно выступили на зональном и краевом конкурсе исполнительского мастерства и на международном конкурсе «Музыкальная паутина». В июне 2020 года принимал участие в ежегодном профессиональном конкурсе преподавателей искусств 2020, где стал обладателем диплома первой степени. В июне 2021 года духовой оркестр под руководством моим прошел конкурсный краевой смотр и получил звание «Образцовый коллектив». В июне 2021 года принимал участие в ежегодном профессиональном конкурсе преподавателей искусств Краснодара 2021, где стал обладателем диплома второй степени. И последний пункт конкурсного выступления – выпускники. Так как я молодой преподаватель, у меня имеется на сегодняшний день всего один выпускник, который продолжил обучение не по профилю, потому как изначально он пришел сюда, и у нас была договорена с его родителями, что он получит необходимые музыкальные навыки и продолжит образование не по музыкальной профессии. Поэтому он сохранил верность своим убеждениям, но до сих пор очень любит музыку и продолжает заниматься ею для себя, для души. На этом наш открытый урок закончен.